То, чего требуют наши болельщики, это вернуть доверие к команде. И первое, что сделал тренерский штаб, это как раз полностью переключил внимание своей работы на работу с болельщиками, на полностью поддержку нашей сборной от болельщиков. И я считаю, что это очень правильно, это очень правильно морально, особенно после того, как было провалено выступление на Евро. И первое, что надо сделать в тренерском штабе, команде, игрокам, это вернуть любовь и доверие болельщикам. Мы сегодня видим, что задумка удалась. Дай Бог, чтобы такие были не разовые акции, а были постоянные. И я уверен, что так как и Андрей Николаевич Шевченко, и Мирот Владимирович Маркевич, и тренерский штаб, который сегодня возглавляет сборную, я думаю, что у них как раз это будет принцип не одноразового такого явления, а системой работы с болельщиками. Ну, я считаю, что это назрело, потому что сегодня, например, работать на старом багаже уже, наверное, показали результаты о том, что это уже там тупик в достижениях. И как всех национальных сборных наших, молодежных, юношеских, так и мы увидели национальных. Уже наши болельщики ждут не просто участия в финалах чемпионата Европы или мира, но и достойную игру и достойное выступление. А для этого необходимо полностью все менять в систему подготовки, как от детско-юношеского футбола, построить поля, делать так, чтобы у детей было на чем играть, чем играть, и систему подготовки тренеров, которые дадут новый качественный уровень по знаниям и системе подготовки юных футболистов. Я считаю, что это, наверное, один из таких звездных штабов национальных сборных. Я считаю, что передо мной была поставлена задача это все объединить и суметь удовлетворить все вопросы. Я знаю, что для меня также это амбициозно для того, чтобы у нашей сборной был качественный тренерский штаб, который бы ставил с тобой очень максимальные цели, и мы увидели в игре сборной совершенно другую тактику, возможности, стиль игры, при котором бы нравилось и болельщикам, и который бы приносил позитивный и положительный результат для нашей сборной. Задача, которая была поставлена, выполнена, так что весь штаб удовлетворен. Они получили, сейчас буквально идет месяц на получение всех разрешительных документов, но уже те необходимые вопросы их быта и работы полностью обсуждены. Еще раз повторю, это работа генерального секретаря, который ведет все юридические переговоры, и, насколько я знаю, там тоже имеет конфиденциальность этих договоров. Было предложено два варианта, Турция и Болгария. Мы от УФА и от ФИФА ждем ответ, где из центральных полей будет выбрано для нас поле, и чтобы наш вариант, один из двух вариантов был предложен, был ФИФА утвержден. Мы обязаны были предложить не один вариант, а несколько вариантов, из которых мы могли бы выбрать представители ФИФА, но мы так и сделали. Предложили два варианта, один из них был логичным по логистике, потому что это недалеко, мы там будем играть со сборной Турции, а второй, назовем так, приемлемый для тренерского штаба. Я считаю, что любые новшества, которые популяризируют украинский футбол и дают возможность нашим болельщикам гордиться нашей украинской сборной, нашими игроками, в любом проявлении это только плюс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!